Всем привет! Меня зовут Карина и это упражнение 6-3-4-4. Давайте сразу же приступим. Это упражнение очень простенькое и первая часть это просто нужно ответить на вопросы. И здесь вопросы такого плана, что нужно ответить просто. Здесь есть описание команды, нужно ответить, что это за команда. Думаю, все очень просто и прикольно. Вот здесь три команды и нужно будет написать, что это за команда. И также вот проделать то, что они просят и тоже, думаю, это вы сможете сделать сами. Давайте делать часть 2. Наблюдение за работой конечного автомата dual-протокола и rtp. Это все очень весело. Первое, что нам нужно сделать, это с помощью команды debug-rtp-fsm. Это я вам сделала подсказку на вот этот вот вопрос. Нужно будет проверить работу dual-rtp. Что нужно сделать? Нужно поместить окна r1 и r3 рядом друг с другом. И на обоих нужно включить отладку rtp. Командная строка. r1, r3. Вот здесь командная строка. Я закреплю. Готово. Поместите окна r1 и r3 рядом друг с другом, что можно вам наблюдать за отладочным выводом. А потом на r3 отключите интерфейс serial 0.00. Давайте это проделаем. enable. Здесь прописываем команду. Ой, что я делаю? Нужно прописать команду debug-rtp-fsm. И нам наше устройство сказало, что наш debugging is on. Значит все ок. Здесь также enable и paste. Debugging и rtp-fsm. Здесь также debugging is on. На r3 нужно отключить интерфейс serial 0.00. Я скопирую эту команду. Для этого нужно перейти в режим конфигурации. Paste. И здесь включить интерфейс. Ой, выключить. Shutdown. Выключили. И мы видим здесь наш r1 отреагировал на наши действия на устройстве r2. И вот весь вывод на этом устройстве. И нужно будет ответить на вот этот вот вопросик. Дальше. Отображение таблицы маршизации на r1. Нужно убедиться, что сеть теперь отсутствует в табличке. Это сделать очень просто. Думаю, вы сами знаете, с помощью какой команды это нужно проделать. А мы давайте посмотрим дальше. Все, что у нас осталось, это, скорее вам осталось, это проделать все, что вы здесь просят. Скорее ответить на вопросы, которые вас спрашивают. Вот здесь. Вам нужно будет хорошенько подумать и ответить. Здесь вот все легко и просто. И в шаге 6 нам нужно восстановить подключение с помощью команды undebuck all или же no undebuck. Давайте это проделаем. Paste. Undebuck all. Только нужно это делать через do или же в режиме привилегированном. Мы видим, что все возможные дебагинги отключены. Мы проделываем то же самое и здесь. Да, все возможные дебагинги отключены. Таким образом, вы можете исследовать конечный автомат алгоритма dual.fsm. И не забывайте отвечать в WPD-файлике на вопросы. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok